МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотри, какую красивую рубашечку тебе подобрала мама. Я красивая. Красивая? Угу. А бабочка? Бабочка тебе нравится? Посмотрись. Детская одежда может быть модной и стильной. Так мы прививаем хороший вкус детям и учим быть их яркими и стильными. Если дети выбирают модную, яркую, стильную одежду, то, конечно же, мамочки в первую очередь обращают внимание на удобство и качество товара. Как выбирать детскую одежду? На что стоит обратить внимание в первую очередь? Об этом и не только расскажем в программе по знакам качества. При выборе детской одежды в первую очередь стоит обратить внимание на материалы, из которых она сделана. В наше время детскую одежду изготавливают как из натуральных, так и из синтетических материалов. Специалисты утверждают, каждый из этих двух типов имеет как свои преимущества, так и недостатки. Главное преимущество натуральных тканей – гипоаллергенность. Качественная синтетическая ткань тоже может быть абсолютно безопасной. Выбор делает покупатель. У нас большой ассортимент товаров, начиная от носков, трусов, заканчивая до верхней одежды. У нас школьная форма, сезонный этап прошел. Сейчас у нас коллекция весна-осень, зима. Наши товары из качественных материалов, дышащие, мембранные, не промокают, не продувают. Тепличных условий не создают легкие в носке. Что нужно, например, многим мамашам для их детей. Зимние вещи у нас пуховые, натуральными мехами, яркие, качественные. Для больших деток тоже у нас есть ассортимент до 48-го размера. Маленькие детки – маленькие проблемы. Большие детки – большие проблемы. При выборе одежды так же. И если в первом случае выбор делает мама, то во втором приходится вести диалог и объяснять преимущества той или иной одежды. Удобно, конечно, кофты на замке. Или вообще без замка. Любит яркую одежду. Как вся современная молодежь. Но яркий свет не всегда гарантия качества. Вполне возможно, что при окрашивании одежды применялась краска, в составе которой могут быть вредные вещества. Это тоже надо учитывать. Чтобы материал был хороший, дышал, чтобы было комфортно бегать, ходить в садик. Чтобы и, ну как сказать, и ребенку было удобно, и нам, чтобы было комфортно. Чтобы и стирался хорошо. Ну, я больше, конечно, внимания обращаю на качество. Переменчивая погода – еще один повод подбирать многофункциональный гардероб. В первую очередь выбираю по размеру. И второе, конечно же, качество. Главное, чтобы одежда была удобной, качественной и теплой. Учитывая нашу погоду сейчас, сейчас, в данный момент, эта хлопковая одежда должна быть. Кроме того, в детской одежде должны быть крепкие швы, замки, надежные молнии. Для пошива должен использоваться только качественный, крепкий материал. А сама работа должна быть выполнена профессионально. Только в этом случае ребенок чувствует себя, естественно, свободно. Ну, и, конечно, после покупки детской одежды специалисты советуют постирать изделие. Так вы сможете избавиться от бактерий, придящих здоровью. Школьная форма стоит в особым ряду. Ее ученики носят большую часть дня. Школьная форма должна быть сшита из натуральных тканей. Для летнего или осеннего-весеннего времени – это хлопок и лен. А для зимнего периода времени рекомендуется кашемир или шерсть. Эти ткани пропускают воздух и впитывают лишнюю влагу. Из синтетических материалов школьную форму нельзя сшить. Синтетические ткани плохо пропускают воздух. Из-за этого и ребенок может получить простудные заболевания, нарушаются тепловые адмены. Кроме этого, синтетика притягивает к себе пыль, микроорганизмы. Это тоже может повредить кожу ребенка. На маркировке должен быть указан состав тканей, из которых сшита школьная форма. Не менее важно, чтобы ребенок ходил в удобные обуви. Детская должна свободно и легко облегать стопу, без сжатия. Кстати, проверять, подходит ли вам обувь или нет, надо стоя. Обувь выбираем для садика. Скоро в садик пойдем, чтобы удобно было бегать. И по цене, чтобы было доступно. Вроде нам эта обувь понравилась, и ребенку понравилась. Да? Ну все. Надеюсь, будем хорошо носить. Будет удобно нам. Конечно, для многих определяющим является соотношение цена-качество. А у нас оно практически идеальное. Обязательно надо учитывать. Во-первых, выбирая детскую обувь, предпочтительно брать модели со стелькой из натуральной кожи. В них детским ножкам будет комфортно. Во-вторых, для детей до 8 лет выбирайте модели с высоким запятником и застежками-липучками. В них стопа будет надежно зафиксирована. Так вы убережете малыша от травм даже во время очень активных игр. В-третьих, не берите обувь на вырост. Это может привести к неправильному формированию стопы малыша. Следуйте этим несложным правилам, и пусть каждая прогулка в новых ботиночках или сандаликах будет вашим детям в радость. С 1 июля 2019 года вступило в силу постановления правительства Российской Федерации, обязывающие производители обуви выполнять ее маркировку. А ровно через год начал действовать запрет не только на производство, но и на продажу и импорт немаркированной обуви. Это касается и детской обуви. В Роспотребнадзоре рекомендуют внимательно изучить маркировку обуви. Она должна быть на русском языке и содержать данные о производителе, размере, модели, материале, условиях эксплуатации и ухода за обувью. Указания, что обувь экологически чистая, ортопедическая и подобные, допускаются только при соответствующем подтверждении. Это убережет вас от покупки контрафактного товара. О нарушениях нужно сообщить в Роспотребнадзор. Правильно подобрана детская обувь не будет насирать ноги. Она идеально сидит на ноге, ощущается частью его тела. Потребитель имеет право на замену некачественного товара на аналогичный товар. Может потребовать заменить его на товар другой марки с перерасчетом цены. Полностью отказаться от покупки и получить свои денежные средства. Также может потребовать устранить нарушения. В Чебоксарах более 30 специализированных магазинов по продаже детской обуви. Более 40 детской одежды. Кроме того, в большинстве магазинов по продаже одежды и обуви в ассортименте имеются детские товары. Огромный ассортимент одежды поможет сделать правильный выбор. Но выбирая одежду и обувь для детей, полагайтесь не только на свой вкус, но и учитывайте мнение экспертов. И приятных вам покупок! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова